тело крестово примите источника бессмертного пустите включается раба 8 лет назад семье священника андрея теряева родился третий ребенок мальчик коля с диагнозом до цепы крест который нам даровал господь мы с матушкой подняли и несем говорит отец андрей родители испробовали десятки методов реабилитации ездили в разные российские центры обращались к десяткам специалистов в какой-то момент марина теряева поняла простую вещь у нас дети как подопытные кролики мы пытаемся поставить их на ноги даже не понимая не задумываясь о том это возможно или невозможно и вообще какие последствия нашим желанием и нашим амбициям и тогда просто стала больше узнавать вообще о дцп что это такое с чем его едят и в общем-то поняла что заболевание это не излечимое и вообще это не заболевание состояние и с этим жить и жить всю жизнь нужно было просто принять эту данность и решить что я хочу для своего ребенка что хотят для своих детей другие мамы столкнувшиеся с такой же проблемой чтобы у них было общение чтобы они счастливы были здоровы но в плане того что не болели там всякими инфекциями всего прочего я хочу чтобы он играл чтобы у него такое беззаботное детство было в общем всего того чего для всех детей хочется мы строим толерантное общество и безбарьерную среду но обеспечить детям инвалидам беззаботное детство могут только родители если у них хватит сил оптимизма и настойчивости у матушки марина хватило с этого момента и начались круги ада десятки чиновничьих порогов пачки документов многочасовые переговоры убеждения и о чудо муниципалитет предоставил в аренду под будущий центр заброшенное здание детского сада здание было страшно ужасном состоянии когда мы приняли четырнадцатом году и представьте сколько средств благотворителей мы потратили для того чтобы привести в надлежащий вид вот это здание вот это помещение мы крышу переделали мы подвал делали когда мы сюда заехали было подвале по колено воды мы меняли сто метров трубы за свой счет канализацию меняли мы с леной синицыной степиной мамы пришли когда сюда первый раз конечно вышла говорит но все нереально ничего я я уже вижу как дети по коридору бегают прошло два с половиной года в центре сегодня 30 воспитанников детей с тяжелейшими диагнозами которых не возьмут больше ни в одно учреждение разве что в пансионат для инвалидов дети находятся в садике целый день их кормят учат и любят на каждого ребенка по одному сотруднику солнечный круг из реабилитационного центра превратился во второй дом для в общем-то отверженных обществом вообще просто жизненная необходимость особенно для нас это вообще просто жизненная необходимость федьке уже сколько в этом году 13 лет и как бы и абилитации время правопровождение и дети и круг общения точно важно отремонтировать здание и набрать детей лишь пол дела к особенным детям требуется особенный подход надо понимать как правильно посадить ребенка в каком положении кормить как научить элементарным навыкам марина теряева педагог по образованию получила специальность эрготерапевта все сотрудники окончили дополнительные курсы 80 процентов специалистов скажут что таких детей обучать нельзя а здесь учат в центре работают не только с дцп среди воспитанников дети аутисты для их родителей это спасательный круг или спасительный было очень тяжело что своем как бы вот сама в своем вот в этом выходишь на улицу люди не понимают люди ну не воспринимают нас как бы вот на площадке он мешается зачем привели этого дурака простым детям гулять негде вот такое даже было и поэтому здесь вот я как бы я увидела что не мы не одни что есть программа реабилитации это очень дало как сказать силы и хочется и другим помочь и марта что ребенок тут у тебя в солнечном круге думают и о социализации и о здоровье воспитанников очень серьезно занимаются профилактикой вторичных осложнений адаптивной физкультурой что все это означают могут понять наверное только те у кого есть такой ребенок а сколько стоит оборудование знают лишь специалисты таких центров как солнечный круг в россии не наберется и пяти 1 2 3 4 5 солнечный круг не стал гордостью региона проблемы центра интересуют только причастных к нему и это привело к тому что сегодня уникальное учреждение находится на грани закрытия коммунальные платежи а это не много не мало 100 тысяч в месяц стали непосильным бременем владельцы ресурсов грозят отключить садик от коммуникаций спонсорская помощь она оказывается но на сегодняшний день государство должно как-то оказать какие-то помощь центр всегда существовал на деньги грантов и благотворителей участвовал во всех конкурсах этого хватало на развитие но жизнеобеспечения в россии с каждым днем дороже на решить проблему коммунальных платежей могла бы установка счетчиков Только у учредителей такой суммы нет, а муниципалитет не хочет помочь с оборудованием своего собственного здания. К слову, в нем также находятся два коммерческих детских садика и городской творческий центр. Отец Андрей обращался во все инстанции, включая уполномоченного по правам детей и даже президента. Только письма возвращаются в регион. Мы смогли здесь принять, обогреть, приютить 30 всего лишь детей. То есть это практически капля в море. И мы еще готовы расширяться, мы еще готовы принять. Но только если будет на то милость наших руководителей и городских властей. И очень, как бы, мое обращение к уполномоченным, это было крик о помощи. Потому что без помощи государственной мы не можем существовать. Государственно-частное партнерство – модная тема сегодня. Модная и правильная. В Самарской области более 9,5 тысяч детей-инвалидов. Обеспечить им детство государство не в силах. А вот помочь тем, кто это уже делает, наверное, в состоянии. Пока политика такова, что очень много разговоров, очень много говорят о том, что вот они есть, что это донаты, там проблемы, показывают по телевизору. А по сути, ну вот я не вижу за 8 лет изменений, вот фактических в том, что там стало, допустим, проще, там больше каких-то центров, где можно реабилитировать детей российских, государственных. В эпоху раннего средневековья людей с физическими дефектами сторонились и считали изгоями общества. Что изменилось сегодня? Когда детей из солнечного круга вывозят гулять во двор, местным бабушкам мешают крики. Своей площадки у центра нет. Если солнечный круг не получит помощь, в общем-то не случится ничего страшного. Просто 30 детей лишатся детства, которое они здесь обрели. 30 мамы идут с работы и будут сидеть с ними дома. Новые места придется искать всем, кто здесь работал. Ой, я даже про это думать боюсь, потому что для нас это как... Вот для меня лично, я даже про это не хочу думать. Просто рубануть с плеча, ну я бывает такой, как бы говорю матушке, матушка, давай-ка это. Ну матушка держится, нет, нет, не можем, не можем, мы не можем так поступить. Энергичная у вас матушка. Матушка у меня золотая вообще. Я благодарен Богу, что у меня такая матушка, поэтому... Да вот с последней силы, то есть уже дали обращение, помогите, сос, 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 помогите. В Киевской Руси князеи оценивали не только по государственным делам, но и по их отношению к бедным, больным, престарелым. С конца XVIII века благотворительность патронировалась членами императорской фамилии. В Международном индексе благотворительности за 2016 год Россия заняла 126 место. Из 140. В Международном индексе благотворительность патронировалась членами императорской фамилии.